Добрый день, дорогие друзья. Всем добрый день. Моадим Лисимхан сейчас говорят. Вместо добрый день в это время говорят, Моадим времена для радости. Времена для радости, такое, как здоровается. А отвечают, здесь есть такой специальный кодовый ответ, звоним в Эдимле Сосон. Времена и есть радости для ликования. Есть Моадим Лисимхан. Есть праздники такие специальные для радости и есть времена специальные для Сосон. Сосон это ликование вообще. Так что мы должны сейчас в это время, мы должны радоваться и ликовать, честно. Это где можно провести занятия, потому что я сейчас нахожусь в таком месте, где празднуется, где празднуют Песок беженцы. Беженцы собрались из Харькова, беженцы собрались и вот здесь значит все вместе собрались и празднуют вот эти вот времена для радости, времена для радости, времена для ликования. И вот у всех, у каждого разное настроение. Ну, большинство, которые взят эти ситуации беженцы, это очень тяжелая ситуация, потому что человек уезжает, оставляет свое имущество, место, где он жил, место, где он привык, где работа, источники дохода. И большинство в таком очень тяжелом положении. Причем, знаете, самое тяжелое в жизни, самое тяжелое в жизни, это ситуация сомнения, с аффект, когда ты не знаешь. Ну, Дьяков Шитайдин, привет, Даняша. Как раз ситуация с аффект, ты не знаешь, что, как, у тебя такая неопределенность, непонятно, что там будет возвращаться, оставаться здесь, если здесь, где жить, где работать, если, ну, то есть очень много вопросов. И это очень сильно сжигает, сжигает энергию, сжигает силы, то есть состояние оно дает не очень. Но тем не менее надо радоваться, надо радоваться. И вот здесь нужно найти какую-то такую систему мышления, за которую можно было бы зацепиться. И вот сегодня, как раз в той книге, которую мы изучаем, Хитас, да, сегодня в этой книге «Потрывьте небеса на земле», вы можете прочитать такую идею, которая очень может помочь в такой ситуации именно закрепиться. Значит, идея такая, что когда к человеку приходят какие-то неприятности в жизни, да, или он гневается на что-то, гнев – это самая яркая реакция на то, что идет ситуация не так, как ты хочешь, не по твоим правилам. То есть человек гневается, когда что-то происходит конкретно против его понимания, как оно должно происходить. И чем резче вот это вот и неприятнее расхождение, тем больше у человека появляется гнев. Так вот, значит, говорит автор книги «Небеса на земле», он говорит так, что в этот момент остановись и подумай, «Кто управляет миром? Кто управляет миром? Кто управляет всей реальностью, всей мирозданием?» Бог? Нет никого, кроме него. То есть все, что происходит сейчас вокруг – это его разговор с человечеством, с людьми, с нами, с каждым из нас в отдельности. Теперь ты можешь сказать, ну а как, вот злодей, Бог же сказал, что тот, кто там, например, украдет, убивает, грабит, делает неприятно, он злодей. Он злодей, да, и он злодей. И Бог сделал так систему, что за каждое зло, за каждое зло, значит, есть отдача. Но, говорит автор книги, но если тебе сейчас неприятно, загляни в себя, загляни в себя и подумай, что Бог хочет от тебя лично. То есть то, что Он со злодеем потом разберется – это факт. Но то, что тебе плохо, то, что тебе в данный момент плохо – это Бог с тобой разговаривает. То есть нужно заглянуть в себя и понять, что делать тебе в этой ситуации, чтобы тебе не было плохо. Ведь Бог же глобально хочет всем нам, чтобы было хорошо. Если бы Он хотел, чтобы было плохо, Он бы этот мир уничтожил бы в три секунды, бы его бы не стало. Просто выключил бы, как кнопочку. Смотрите, как выключает их такой – оп, и нету мира. Все, солнце перестало отсветить, значит, кислород с земли улетучился. До свидания. Земля выключилась. То есть если мы видим, что жизнь продолжается, каждый день рождаются миллионы людей, мы видим, что Богу, в принципе, Ему важно, чтобы мы были живы, счастливы. И главная движущая сила мира – это все равно остается, была, есть, будет это добро. Бог хочет давать добро нам. Теперь, если кому-то конкретно в данный момент плохо, значит, он должен понять, что ему лично делать, чтобы ему стало хорошо. Это очень важная такая простая мысль, которая позволяет сделать небеса на земле. И тогда человек перестает гневаться. Он понимает, что Бог ему помогает в этот момент что-то важное понять. Даже, даже, смотрите, вот человек научился, например, не гневаться. Это не значит, что не надо действовать. То есть мы молимся, чтобы было всем защитникам Украины, чтобы было всем добрым, хорошим людям хорошо. Чтобы все были здоровы, счастливы. Чтобы злодеи, они на себя, чтобы их бомбы взрывались прямо на них. Вот кто бросает бомбу, чтобы на нем же она взрывалась. Эта бомба и ракета эта взрывалась, и все. То есть мы этому все молимся, все понятно. Мы сейчас изучаем Тору. Мы изучаем Тору. И главная, важнейшая для нас сейчас идея, то, что мы сейчас изучаем, это понять, что если мне сейчас плохо, ведь каждый же человек, он очень... Почему мы сейчас молимся все за то, чтобы закончилась война, и чтобы захватчики и агрессоры ушли с Украины? Почему мы все это молимся? Потому что мы молимся, нам плохо. Реально, даже те люди, которые сейчас не во Львове, те люди, которые сейчас не на войне, всем плохо, мы сопереживаем, мы страдаем, и мы хотим, чтобы нам стало хорошо. Теперь, когда человек гневается, ему написано, все силы ада властвуют над ним. То есть гнев – это такая сжигающая сила, которая прямо конкретно, все силы ада властвуют над ним. И мы сейчас говорим так, что если тебе что-то... Мне война очень не нравится. Но вопрос, должен ли я гневаться, или должен ли я молиться, или должен ли я помогать, или должен ли я все переживать, то есть какая реакция у меня будет на ситуацию. Понятно, да? И совет книги, который мы сейчас изучили, он называется, что если тебя разрывает гнев, возьми эту мысль, за что тебя разрывает гнев, и спроси, кто управляет миром. Бог управляет миром. Бог. Хочет он добра людям? Хочет. Значит, посмотри на эту ситуацию с какой-то такой стороны, чтобы действовать надо. То есть мы должны, Бог сказал, что есть добро, что есть зло, что нужно делать, как нужно делать, это все понятно. Да, есть те же 10 заповедей, все понятно. Вопрос в совет сегодняшний был, как не гневаться. Теперь двигаемся дальше. Книжка, глава, которую мы изучаем, мы сейчас вторую неделю изучаем главу, которая называется «Ахараймон» – «После смерти сыновей Аарона». И здесь мы тоже видим, как работает мир. Мы видим, как работает мир, что Аарон, брат Мошерабену, начинает служить в мешкане, это в передвижном храме. И в этот первый же день службы умирают два его сына. Причем два его сына, они были по уровню их духовному, они были, есть устная которая говорит, что они были выше даже, чем Мошер и Аарона, что они настолько близко приблизились к Богу, что они сгорели. То есть они были слишком на высоком духовном уровне, который их полностью оторвал от земли. Здесь мы тоже видим удивительную вещь, что Бог, который добро, который любовь, но когда ты к нему приближаешься слишком близко, то это огонь сжигающий. То есть это все-таки надо понимать, творец мироздания. И когда, когда, значит, ну например, я приведу просто простой пример. В Торе написано прямым текстом против гомосексуализма, да. То есть и прямо были очень много, когда легализовали гомосексуализм, эти государства исчезали. Они просто конкретно исчезали. Все эти парады гордости там и так далее. Это тоже важно. То есть важно, что когда в мире начинаются какие-то катаклизмы, как было с Дома Амора, да. Это первое, в Торе записано с Дома Амора. Мы должны задуматься, что все события, которые к нам приходят в жизнь лично человека, в жизнь города, в жизнь народа, все, что приходит, это все следствие нашего взаимоотношения человека со Всевышним. То есть оно иногда приходит из поколения в поколение, может накапливаться и так далее. Но очень важно, очень важно понимать, что Всевышний, Он добрый, Он любит, но это Бог. Это Бог, Творец, Царь, Хозяин. И есть законы, есть законы, которые обязательно нужно соблюдать. Это для всех нас очень важный урок, что бывают в жизни ситуации, когда кроме веры в Бога и кроме внутреннего состояния у тебя ничего не остается. И очень важно, как раз вот вера, она очень держит человека, держит его в любой ситуации. Вот смотрите, например, было вчера, вчера в течение дня, была у меня ситуация, я там позвонил одному человеку, и вот у него была яма-яма. И вот просто позвонил, потом, значит, поговорили, потом еще один звонок, туда-туда, и у него ситуация кардинально меняется. То есть Всевышний, Он всегда стоит рядом, и Он всегда готов повернуться к человеку той стороной, солнечной стороной, назовем это так. И очень важно в ситуации, когда сейчас все находятся в ситуации неизвестности, очень важно, что ты ожидаешь. Вот тут мы сейчас перейдем еще к важнейшему уроку, который мы видим из этой главы. Значит, в этой главе тоже говорится о том, что нельзя ходить сплетником, нельзя говорить сплетни, злословие и так далее. И там говорится такая вещь интересная, что когда кто-то говорит злословие на другого, страдают три человека. Страдает тот, кто говорит, он совершает грех, это на него потом вернется. Страдает тот, кто слушает, потому что он тоже совершает грех, он является провоцирующим элементом для злословия. И страдает тот, о ком говорят. Задается вопрос, а почему страдает тот, о ком говорят? Он же вообще не участвует в этой ситуации. То есть, злословие, его поливают, ну грубо говоря, оскорбляют, поливают грязью, говорят о нем что-то неприятное. Теперь тот, кто говорит, он да, делает преступление. Тот, кто слушает, он провоцирует и поддерживает преступление. А тот, о ком говорят, почему он страдает-то? Это же он жертва в этой ситуации. И какой ответ? Значит, как он страдает, потому что тот, кто говорит о нем плохо, он ухудшает его ситуацию. Что это значит? У слов человека человек, он соединен, любой человек, даже злодей, он соединен со Всевышним. И у него есть сила менять мир. Получается, что когда он говорит злословие на другого человека, это злословие влияет и ухудшает ситуацию того человека, и он страдает. Какой вывод мы можем об этом сделать? Есть такой закон, и закон такая идея, которую, одна из идей, таких научных идей, что эта идея, кстати, из экономики. Идея из экономики, что в ситуации, когда валюта нестабильная, такой закон экономический, когда валюта нестабильная какой-то страны, в этот момент ее цена определяется ожиданиями людей, куда она пойдет. Например, валюта нестабильная какой-нибудь там, возьмем, я не знаю, доллар, никарагуанский доллар. Сидят никарагуанцы, и этот доллар стоит то рубль, то два, то десять, то пятнадцать. Сидят никарагуанцы и думают, наверное, он будет сейчас дорожать, наверное, он будет становиться все дороже и дороже, этот доллар. И что они думают? Если они так думают, да, они думают, что будет с никарагуанским долларом все хорошо, он будет укрепляться. Что они будут делать? Они будут покупать никарагуанский доллар и вкладывать в него деньги. И что с ним будет? Он будет укрепляться. Или они думают, нет, он будет обесцениваться, он никому не будет нужен, все будет плохо, и они начинают его продавать, и в этот момент он обесценивается. То есть в экономике стоимость валюты в нестабильной ситуации идет туда, куда думают люди, она пойдет. В жизни человека то же самое. Когда ситуация нестабильная, если большинство людей будет в пессимизме, будет в ожиданиях плохого, то они своими ожиданиями плохого сдвинут ситуацию в плохую сторону. И наоборот, люди, которые в нестабильной ситуации, верующие, оптимисты, верят, что все будет хорошо, что наступит скоро мир, война закончится, они сдвинут ситуацию своей верой в эту сторону. Поэтому очень важно, чтобы сейчас те люди, которые меня слышат и которые понимают, как работает система, чтобы мы верили, что война закончится, как вот прям в ближайшее время, что все будет хорошо, что люди, Всевышний опять пожалеет, простит, даст еще один шанс всем хорошим, добрым людям, которые сейчас невинно страдают, просто даст им шанс за то, что они хотят и верят, что Всевышний даст еще один шанс и наступит мир. Поэтому я очень советую всем молиться, просить и главное ждать, искренне верить, что вот прям завтра, послезавтра, через неделю наступит мир и будет все хорошо. Это то, что я хотел бы, вот то, что сегодня я понял из того, что изучал в книге Хитас, книгу вы можете скачать, видите, внизу ссылочка на мой экран, да, можно скачать Хитас и почитать то, что я рассказывал. Все, всем удачи, успехов, хорошего, прекрасного дня, я думаю, что завтра у нас урок будет не в 10.00, а в 11.00, потому что сейчас я не успеваю, видите, еще я ушел в середину молитвы, сейчас молитва позже начинается и поэтому, поэтому, то есть мне не хочется.